ну вот он наконец мой долгожданный отчет сп по ниточке по ниточке как я его называю китайские часы еще раз показываю результат который должен получиться единственное что тут конечно какие-то полосы видимо типографская так краска сработала вот и что же у меня на данный момент это конечно больше чем было в первоначальном отчете который не успела выложить из-за попадания в больницу с дочей вот так сейчас выглядит из-за пальчика да так сейчас выглядит моя работа я уже перешла на нижнюю половину поэтому меня теперь уже вот здесь вот я заворачиваю чтобы не вышивать вот это то есть половина намечена у меня была закончена и вот пока я лежала в больнице я вышила вот эти вот 10 рядов вышила вот эти все дошила круги не были у меня не дошиты вот маленькие начала кружки забивать вот вот тут чуть-чуть ну и вот это вот даже часть то есть достаточно так между во время сучался когда там нечем было заниматься вот столько я доделала дошила очень даже большой объем работы я этому рада получается великолепно единственно эти девочки и мальчики конечно мне не нравится вот здесь вот оно как-то я не знаю видно ли вам на камеру ну как-то подкашивает вот уходит канва не знаю почему вроде же не полукрест крест но почему-то не знаю да это себе знать как-то квадрат немножко скашивается ну это небольшие погрешности я думаю при натяжке да при оформлении в багет все это меня нормально натянется вот такой замечательный на данный момент результат сегодня у нас среда не так уж и намного я опоздала с отчетом почти почти на две недели но я так понимаю что теперь зато в июле у меня будет не не такое уж большое продвижение потому что осталось всего две недели а вы уже видите сколько на данный момент отшита понедельник нас выписали домой мы вернулись вечером дома уже были пол шестого вы уже видели нашу дорогу обратно домой мы ехали на электричке хотя тут в принципе всего-то три станции нам то есть просто там нет прямого транспорта нам надо было бы пришлось бы ехать домой с пересадками и по транспорту не хотелось нам с бинтом с больной рукой ехать но вчера нам нужно перевязки сняли повязку в местной поликлинике просто у нас сейчас пальчик заклеен обрабатывается уже затягивается рано вот но у нас зато другая проблема я не знаю что у нас с варварей происходит с моим подрастающим естествоиспитателем вчера я убиралась в квартире пока потому что естественно тут никто это не делал за как муж немножко подтирал но мы вчера решили прогенералить все и вот пока мама была занята мой ребенок умудрился у меня выкатилась мыло пол я даже не поняла откуда то ли из-под холодильника то ли из-под дивана выкатилась бусинка фарвара и нашла подобрала хотела хотя это ее бусинки она с ними всегда играла ну вот почему-то она решила ее засунуть в нос и пришлось нам вызывать опять скорую благо хорошо она потом по она пыталась ее сама достать естественно загнала и эту бусинку подальше поглубже господи я я думаю не инфаркт будет я что-то прям вообще не знаю за последнее время когда я отдохну когда у меня начнутся спокойные дни я не знаю ну вот в результате хорошо врач приехал сказал если сейчас эту бусинку увижу я ее вытащить смогу если нет придется ехать в больницу в ту же самую с которой мы приехали потому что это единственная городская больница которая круглосуточная где травма пункт работает но слава богу достали мы это в домашних условиях так немножко там носик раскровили ей но ничего страшного она живая и здорово но испугалась она сильно испугалась сама она сильно плакала испугалась ну ну вот так поэтому я укрепляюсь в мысли я не знаю можете назвать это предрассудками или там суеверим или как но наверное я действительно пока не буду снимать влоги пока или вообще не буду снимать влоги ну потому что буду рассказывать вам вот так в моей жизни иногда такими включениями в рукодельные свои видео и и ее но единственное что продвижение его подрастания моей шибутной дочери вы можете будете только вот в этот носик да засунула да зачем это сделала непонятно сама не знает будет и зачем это сделала на ногах не знаю ну вот так получилось вот ведь у нас пальчик нам только сказали его обрабатывать и вот заклеивать пока до пятницы я на больничном а там уже меня выпишут и варя может идти в садик да они будут варя это нельзя показывать это не надо это некрасиво я знаю попочка у нас вся в синяках от уколов варя пытается и всем всегда показать отдых мой ребенок такой же как и мама открытый и готов всему миру даже попу показать в синяках от уколов все на этом я это свое видео заканчиваю то есть хотел сказать о продвижении о росте варе каких-то событиях можно конечно узнавать с моей страничке с одноклассников в контакте я бываю конечно очень редко пожалуйста в одноклассников добавляйтесь друзья там сможете все видеть а инфобоксе я ставлю ссылку на свою страничку в одноклассников ну а на этом всем пока пока и до встречи в следующих эфирах